Брак с иностранцем в России – документы. Заключение брака с иностранцами становится все более популярным явлением. Только за прошлый год количество интернациональных браков в России увеличилось на 21%. Кроме правильного выбора супруга, еще один важный момент в этом деле – соблюдение законов обеих стран. Иначе возникнут проблемы, бракосочетания могут признать нелегальным, иногда это грозит отказом в посещении страны и депорта с ее. Поэтому прежде чем идти в ЗАГС, нужно изучить правила каждой из стран. В некоторых случаях лучше проконсультироваться в юридической компании, многие из них принимают заявки круглосуточно. Особенности брака с иностранцем. Если решено проводить регистрацию брака с иностранным гражданином в России, то Союз будет заключен по законам РФ. Для этого должны быть соблюдены следующие требования. Граждане, создающие семью, должны достигнуть разрешенного для этого возраста. В России это 18 лет. Если иностранный избранник не может прибыть в РФ для подачи документов в ЗАГС, от него потребуется заявление в письменном виде о намерении. Зарегистрировать отношения с гражданкой РФ. Заявление пишется по установленной форме. Необходимо собрать весь перечень документов, предусмотренных законом. Обязательно оплата госпошлины в размере 350 рублей. Звездочка. Международный брак имеет много особенностей и подводных камней. Но самое главное, для подачи заявления нужно посетить консульство. Или ЗАГС для иностранцев в Москве, дворец бракосочетаний номер один. Паспорт второй половинки предварительно переводится на русский и заверяется нотариусом. Пусть иностранец возьмет справку о том, что он не состоит в браке, ее тоже потребуют. В некоторых странах разрешено многоженство, иногда молодая жена узнает только после приезда на родину мужа, что она не единственная. Но даже если она согласна с таким положением вещей и брак удастся заключить в другой стране, где это возможно, то в России он все равно не будет иметь юридической силы. При заключении брака в России важно учесть законы обеих стран. Часто у жителей Европы имеется два гражданства. В этом случае он вправе сам выбирать, по законодательству какой страны будет проводиться его бракосочетание. Обратите внимание, оба будущих супруга должны быть дееспособными и в состоянии отвечать за свои поступки. Иначе брак не будет зарегистрирован. Что касается допустимого возраста, то в разных странах он отличается. Например, во Франции девушки могут выходить замуж с 15 лет, в Испании с 14. В Германии можно стать женой в 16 лет, а для парней более строгие ограничения, не раньше 21 года. При этом нужно учитывать правила обеих стран. Если в России женится 20-летний парень из Германии, то по приезде на родину его брак признают недействительным. В этом случае нужны дополнительные документы, разрешение от родителей, справка о беременности. Брак с иностранцем в России, документы. Иностранный избранник или избранница берут с собой в Россию паспорт. Его нужно перевести и заверить в консульстве либо у нотариуса. То же самое нужно сделать и со справкой об отсутствии у жениха или невесты другой семьи. Для граждан некоторых стран, например Канады, требуется разрешение на свадьбу в другой стране. Его выдают в консульстве. Этим вопросом по отношению к конкретной стране нужно заняться заранее до подачи заявления в ЗАГС. Если выяснилось, что такое государственное одобрение брака необходимо, оно прикладывается к остальным документам. Если кто-то из пары уже был женат, потребуется свидетельство о расторжении брака или о смерти, если бывший супруг умер. Их также следует перевести и заверить. Важно! Иностранный гражданин должен предъявить документ, подтверждающий его законное пребывание на территории РФ. Это виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. По законодательству некоторых стран перед вступлением в брак гражданин должен получить специальный документ, который подтверждает его право на подобные действия. Например, в США требуется справка о состоянии здоровья от обоих будущих супругов. Это правило предусмотрено законом в целях снижения риска рождения детей с тяжелыми наследственными заболеваниями. В каждом государстве могут быть свои подобные нюансы. Иногда требуется справка об отсутствии судимости. Если иностранец приедет с ребенком, нужно взять с собой свидетельство о рождении и разрешении на выезд из страны от второго родителя. Квитанция из Сбербанка об оплате госпошлины также должна присутствовать в собранном пакете документов. Только при наличии всех документов будет заявление примут в ЗАГСе. Все документы и их копии заверяются специальным штампом, а по стилям. Это применимо к гражданам из стран-участников ГААКской конвенции. Если будущий муж или жена приехали из стран СНГ, с ними процедура бракосочетания окажется проще в плане оформления документов и требований. Особенно это касается стран, где русский находится в статусе государственного языка. Это Беларусь, Южная Осетия, Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, Казахстан, Киргизия. В случае со странами Прибалтики также предусмотрен упрощенный вариант регистрации брака. Обратите внимание, у каждой справки есть свой ограниченный срок действия, в основном это три месяца. Если возникло желание заключить брак в другой стране, правила и список документов будут в целом похожи. В этом случае придется заверять свои документы в Министерстве иностранных дел РФ, а также у нотариуса, где производится регистрация брака. С законодательством РФ установлено, что бракосочетание с иностранными гражданами осуществляется в отделениях ЗАГС. Если Россия имеет со страной избранника соответствующее соглашение, то зарегистрировать отношения можно в консульстве. Если возлюбленный не может присутствовать при подаче заявления и выборе даты свадьбы, пусть он пришлет по почте официально заверенное. Согласие на вступление в брак. В тех случаях, когда требуются услуги переводчиков и помощь консулов, удобнее будет регистрация брака с иностранным гражданином в Москве или Санкт-Петербурге. С женихом или невестой из СНГ можно зарегистрироваться в любом ЗАГСе. На заметку. Сбор документов для гражданства РФ по браку можно начинать после получения иностранцам разрешения на временное проживание, РНК. Обязанности и права и супругов после регистрации. Если брак регистрировался в России с соблюдением всех норм, то он автоматически признается законным и имеющим полную юридическую силу. Но чтобы семейные отношения были официальными не в одностороннем порядке, а в обеих странах, потребуются дополнительные действия. При переезде в страну супруга нужно закончить оформление документов. Чтобы брак был признан легальным, нужно доработать документы. Проще всего дело обстоит со странами, принявшими Гаагскую конвенцию. Все документы с апостилем будут приняты в этих государствах, нужно только их официально перевести и заверить. Если страна избранника не вступила в это соглашение, придется пройти более сложный путь с оформлением документов. Приехав туда уже в статусе мужа и жены, нужно найти российское консульство. Там записаться на прием и в назначенный день принести с собой. Заявление на легализацию брака. Паспорта. Свидетельство о браке. Еще необходимо оплатить консульский сбор. Документы проверят, выдадут расписку, и примерно через неделю можно будет забрать их уже с печатями консульства, которые говорят о правомерности заключенного брака в этой стране. Если после свадьбы решено остаться в России, иностранцу следует заняться оформлением РВП и регистрацией по адресу пребывания. Заявление подается в Управление по вопросам миграции, после проверки гражданина и в случае положительного решения ставится отметка в его паспорте. РВП обычно выдается на три года. На заметку. Получение гражданства РФ по браку происходит быстрее, чем в обычном режиме, прожить на территории страны требуется всего около трех лет после получения ВНЖ. Преимущества и недостатки интернационального брака. Брак с иностранцем традиционно связывают с романтикой, материальным благополучием и повышением уровня жизни. Девушки мечтают о знакомстве с таким мужчиной и гадают по натальной карте, когда он заберет ее с собой и решит все проблемы. На деле это не всегда так, но можно выделить несколько явных плюсов, которые может принести брак с заморским принцем или принцессой. Правомерное проживание, а в дальнейшем получение гражданства в другом государстве. Если страна избранника экономически более развита, имеет широкие перспективы для самореализации, то это огромное преимущество. Родившиеся в браке дети могут легко получить двойное гражданство. Для многих важным фактором являются климатические условия, которыми обладает страна зарубежного супруга. Можно поменять холодную российскую погоду на круглогодичное лето и близость к морю. После переезда жизнь круто поменяется, появятся новые знакомства, друзья. Расширится кругозор, пребывание в новой среде поможет изучить культуру другой страны, ее уклад, манера взаимоотношения между людьми. Погружение в новый круг общения позволит быстро выучить язык и свободно разговаривать на нем. Для предпринимателей важна возможность расширения бизнеса, появления новых партнеров за рубежом. Доступ к иностранным учебным заведениям. Во многих странах высшее образование бесплатное. Дети будут разговаривать на двух языках без специального заучивания. Но всегда бывает все так радужно. Часто жизнь за границей становится сложным испытанием. Многие не могут адаптироваться к другим традициям, стандартам поведения. Менталитет супруга и его страны так и остается чуждым. Не у всех получается в идеале выучить язык. Некоторые долгое время не могут акклиматизироваться. Международный брак всегда связан с некоторыми трудностями. Есть страны, в которых такие пары долгое время проверяют на истинность намерений и чувств. Эта мера предусмотрена для выявления фиктивных союзов, которые заключаются в целях эмиграции, найма на работу и получения гражданства по браку. Такие правила действуют в США, откуда непременно депортируют, если обнаружат сфальсифицированные отношения. Проблемы возникнут в случае развода, особенно если есть дети. Им будет запрещен выезд из страны без согласия второго супруга. Суд, скорее всего, окажется на стороне своего гражданина. Причем судиться придется в обеих странах. После расторжения брака в одной стране, он все еще продолжает быть действующим в другой. Чтобы избежать имущественных споров, лучше сразу заключить брачный договор. Несмотря на множество положительных моментов, какие может принести с собой интернациональный брак, стоит подходить к этому решению с холодной головой. Тяжбы с разводом, разделом имущества и дележкой детей приносят много проблем, эмоциональных и материальных. Сама же регистрация с иностранцем, дело хлопотное, но вполне посильное. Главное, соблюдать все правила и законы, тогда весь процесс пройдет гладко и благополучно. Звездочка цены актуальна на август 2018 года.